Ага, вот так. Да, ну глубоко уважаемые коллеги, еще раз хотелось бы всех поприветствовать. Всех поприветствовать и Замира Ахмедовна, огромное вам спасибо, что вы предоставили нам площадку и время для обсуждений. Да, разрешите представить первое российское многоцентровое проспективное рандомизированное клиническое исследование, посвященное изучению меланомы кожи, головы и шеи. В рамках которого сегодня мы хотели бы представить три проекта. Это оценка влияния величины хирургического отступа на результаты лечения локальной меланомы кожи лица и волосистой части головы. Биопсия сторожевого лимфоузла у пациентов с меланомой кожи в области головы и шеи. И создание биобанка меланомы. Хотелось бы напомнить, что в практических рекомендациях НССН описаны основные принципы хирургического лечения меланомы кожи. Но надо сказать, что эти рекомендации относятся к меланоме кожи всего тела, и тогда как экономия тканей и недостаток тканей актуальнее всего именно в нашей области, в области головы и шеи, лица и волосистой части головы. И таким образом из таблицы видно, что предложенная НССН условно применима, этот отступ условно применим в области опухоли головы и шеи, таким образом появляется необходимость более экономного сечения. И ретроспективное исследование, проведенное нами в 2018 году, продемонстрировало достоверное безопасное уменьшение хирургического отступа ровно на 50%. Однако, опираясь на многолетний опыт хирургии опухолей кожи в области лица и волосистой части головы, мы понимаем, что даже хирургический отступ 0,5 см иногда приводит к нарушению, к серьезным функциональным и эстетическим последствиям. Разрешите представить дизайн, первый дизайн исследования. На первом этапе всем больным предлагается выполнять эксцезионную биопсию первичного очага, это может быть образование в области головы и шеи. Это классическая эллиптическая биопсия с хирургическим отступом 3 мм, 0,3 см. После чего, если такая возможность существует, далее этим пациентам будет выполнена пластика местными тканями. То есть, что называется в хирургии, это ушивание раны на себя без сепарации окружающих тканей. В том случае, когда такая операция технически невыполнима или приведет к нарушению функции органов, то после эксцезионной биопсии рана остается открытой. Значит, если по данным патоморфологического заключения оказывается, что это невус, мы выполняем реконструктивно-пластический этап, какой считаем нужным. Если оказывается, что это меланома, ключевым фактором в принятии дальнейших решений это будет толщина опухоли. И если толщина опухоли менее 2 мм, в этом случае реэксцезия дополнительно никакая не нужна, и хирургический отступ ранее выполнен на 3 мм, он в нашем исследовании будет считаться удовлетворительным. И после этого мы выполняем реконструкцию. Если толщина опухоли от 2 до 4 мм, в этом случае мы выполняем реэксцезию еще 2 мм, что в сумме нам даст 0,5 мм. От первичного очага. И если толщина опухоли более 4 мм, для лица мы выполняем также 0,2 см реэксцезию. Для волосистой части головы 0,7 см. И далее выполняем всем пациентам реконструкцию. Значит, мы стратифицировали группу до 2 мм на 2 подгруппы. Это менее 1 мм и от 1 до 2 мм. Хирургическая тактика в этих группах будет одинаковой. Но мы сделали стратификацию для лучшего контроля этих групп и таких нежелательных явлений, как локальный рецидив. В эту группу планируется набрать 400 пациентов до 2023 года. Время наблюдения 3 года. И будем оценивать, конечно, локальный рецидив у этих больных, потому что он, ну, это больше всего нас интересует. В каждую группу мы планируем набрать по 50 пациентов. В целом, единственное событие, как я уже сказал, это локальный рецидив, который мы будем оценивать, собираемся. Это локальный рецидив. Но какой процент рецидивов можно считать удовлетворительным и допустимым в нашем исследовании? И, в общем-то, проведенное нами исследование, опять же, в 2018 году, куда вошли 174 пациента, оказалось, что процент рецидивов всего был 1,7% от всего количества больных. Из 174 больных всего трое пациентов оказалось с локальными рецидивами. Это такая точка, ну, предлагается такая вот контрольная точка, на что мы должны опираться. Но вот на первом заседании Хрусталев Михаил Игоревич сказал о том, что на протяжении долгого времени их опыт, их клиники, они выполняют НССН, рекомендуемый НССН, хирургический отзыв. И, соответственно, проанализировав эти данные, у нас были бы прекрасные данные о том, на что мы могли бы опираться в плане локального рецидива. Вот такое предлагается патоморфологическое заключение, достаточно стандартное, но есть несколько особенностей. Для всех центров оно, естественно, будет одинаковым по одному и тому же, по одним и тем же критериям. Но хотелось бы обратить внимание на меланому с толщиной до 2 мм, и где мы выполняем достаточно такое очень экономное сечение. Это 3 мм. И в этом случае, в общем-то, прогностические частота краев резекции, это будет единственный патоморфологический критерий, на который мы можем опираться, достаточно ли это или нет, этого хирургического сухого. И вот хотелось бы обратить внимание, что это очень важно. Именно для этой группы это будет очень важный критерий. И определение мутационного статуса. Это под вопросом. Почему? Потому что достаточно экономически пока непростая ситуация во всех центрах. Вот в нашем, например, центре пациенты вынуждены это делать по оплате. Мы попытаемся немножечко как-то централизованно подойти к этому вопросу, но это еще находится пока на стадии обсуждения. Какое же все-таки примечание после первого нашего заседания? Оказалось, что с нами было обсуждение с патоморфологами, оказалось, что нужен свежий материал. Без фиксации формалинии, без фиксации 0,9% натрия хлории. Только таким образом можно максимально точно подойти к понятию именно оценки краев резекции. Можно промаркировать латеральные края вообще резекции. И есть возможность у патоморфологов на сегодняшний день практически во всех центрах использования разноцветных красителей. То есть это тоже нам облегчит ситуацию патоморфологическую. Биопсия сторожевого лимфоузла. Ну, надо начать с того, что в 2009 году с выходом ТНМ-7, в общем-то, это были первые данные о том, что нужно выполнять биопсию сторожевого лимфоузла. Но в нашей стране, ввиду отсутствия просто радиофармпрепарата, гамма-зондов и так далее, мы всячески пытались обойти эту ситуацию и не хотели просто даже говорить о том, что это нужно делать. Как-то каждые центры потихонечку что-то нарабатывали свой опыт. Но, в общем-то, с выходом ТНМ последней, восьмой, мы понимаем, что от этого уже нам никуда не уйти. И это является обязательным критерием, обязательной диагностической процедурой, операцией, которую необходимо выполнять. И, соответственно, в связи с этим появляется такая необходимость. Мы все прекрасно знаем то, что эта методика, вообще как понятие биопсии сторожевого лимфоузла, она до конца не изучена именно в нашей области, в области головы и шеи. Потому что существует целый ряд особенностей и проблем, таких как несколько сторожевых лимфатических узлов, сложности картирования сторожевого лимфоузла, анатомические особенности, близость нерва лицевого и так далее. Но целью нашего исследования является оценить возможности методики именно биопсии сторожевого лимфоузла в нашей области, изучить влияние микрометастазов на удаленные результаты лечения. Ну, разрешите представить дизайн. Значит, нами будет использовано, точнее, в исследование войдут как первичные, так и вторичные больные. Для первичных больных будет использована двухэтапная методика, это эксцезионная биопсия и дальнейшее решение о выполнении биопсии сторожевого лимфоузла. Для повторных больных, может быть, даже это будет в некоторых центрах основная когорта больных, это повторные больные, не первичные больные, а, скажем, повторные больные. Критерии включения последних в исследование будут такие. Это операция не позднее, чем три месяца, значит, это определение точной толщины меланомы по данным пересмотра в каком-то конкретном учреждении. И хирургический отступ и первичная опухоль не более одного сантиметра. Но проведенное нами проспективное исследование показало, что кожный лоскут сокращается после исечения в среднем на 30%. То есть в патоморфологическом исследовании, заключении, которое мы будем, так сказать, читать с других учреждений, максимальный хирургический отступ или с нашего пересмотра должен быть не больше, чем 0,7 сантиметра. Только таких больных можно включать в исследование. Почему? Потому что широкое исечение, оно нарушает лимфоотток. Вот те, кто уже занимался этой проблемой, они прекрасно это знают, что идет нарушение лимфооттока, и, в общем-то, мы начинаем кортировать лимфатические узлы, которые вообще к этой области с самого начала не имели никакого отношения. Тем самым получаем ложно-отрицательные результаты. Но дизайн исследования состоит, опять же, из первичных и вторичных больных. На первом этапе мы выполняем эксцезионную биопсию. Если это не меланома, мы выполняем реконструкцию. Если оказывается, что это меланома, в общем-то, толщина опухолей, как я уже сказал ранее, это будет ключевой в принятии решений. По данным рекомендаций, если меньше 0,8 мм, соответственно, мы выполняем реконструкцию в области первичного очага и дальнейшее наблюдение. Если толщина опухоли больше 0,8 мм или по данным пересмотра она больше 0,8 мм, в этом случае мы выполняем биопсию сторожевого лимфоузла и одновременную реконструкцию первичного очага. Если такое есть, соответственно, если по данным биопсии сторожевого лимфоузла у нас статус отрицательного лимфатического узла, пациент переходит в группу динамического наблюдения. Если статус положительный, на этом этапе происходит рандомизация. И в одной группе мы будем выполнять селективную лимфоденоктомию в области сторожевого лимфоузла, где мы брали, и одевантную терапию. В другой группе мы будем выполнять только одевантную терапию. На сегодняшний день мы говорим о том, что в нашем исследовании самым важным этапом является именно эта рандомизация на две группы. И немножко хотелось бы остановиться здесь, что в самом начале мы планировали таких больных отпускать. И вот как ему согласуют по месту жительства, какой препарат одевантной терапии, то и он и будет получать. Но что это значит на деле в реале? Это значит, что он будет получать либо интерферон, старый добрый, либо он будет получать БРАФ-мек-ингибиторы, если БРАФ-мутация у него есть, либо он будет получать антипедии. До недавнего времени это был только лишний валумап, сейчас подключился пембра. Но мы понимаем, что такое различие препаратов в этих группах, в общем-то, это неправильно. И должна быть централизованная выдача препаратов конкретных. На сегодняшний день мы ведем переговоры с несколькими фармкомпаниями для решения этого вопроса. И здесь может быть так, либо пациенты будут в обеих группах получать один препарат, либо здесь тоже будет такая некая рандомизация. Не рандомизация, а деление пациентов. Если есть БРАФ-мутация, мы будем использовать БРАФ-мек-ингибиторы в обеих группах. Если БРАФ-мутация нет, мы будем использовать антипедии препараты. Но если немножко абстрагироваться и уйти от вопросов хирургии, ведь группа ПН- для нас тоже интересна. Особенно для тех больных, у которых толщина опухоли более 2 мм. Это стадия 2B-2C. Ведь эти пациенты тоже очень интересны с точки зрения научного плана. Почему? Потому что у этих пациентов осталась на сегодняшний день опция интерферона. И только лишь интерферона. И, наверное, было бы интересно, если бы эти пациенты не уходили по динамическому наблюдению и для получения интерферона, а для получения какой-то адювантной терапии. Возможно, антипедии препараты в этой области в адювантном режиме тоже были бы интересны. Для профилактики? Да, для профилактики. Я имею в виду именно для профилактики. Мы планируем набрать в эту группу 300 пациентов именно с положительным сторожевым мифологическим узлом до 2025 года. Группы поделены по 100 по 50 человек. Препараты мы уже обговорили. Мы будем оценивать именно регионарные метастазы. Если там мы оценивали локальный рецидив, здесь мы будем оценивать именно регионарные метастазы. По данным Яны Владимировны Вишневской, это наш патоморфолог, в общем-то такая должна быть тактика на сегодняшний день. Это не только проведение стандартного патоморфологического исследования с определенным техническим выполнимым. Это должно быть иммуногистохимическое, обязательно проведенное иммуногистохимическое исследование. Немного о биопсии сторожевого лимфоузла. За некоторое время до введения радиофармпрепарата на расстоянии 0,5 см вводятся радиофармпрепараты, потом выполняется оффект КТ. По нашему опыту это является незаменимой в области головы шеи, так как помогает достаточно точно определить сторожевой лимфатический узел, особенно в 3D, мы понимаем, где он находится, на какая глубина примерно у него может быть. Дальше выполняется картирование самого лимфатического узла, небольшой разрез, мы его ищем с помощью гамма-зонда, и, соответственно, происходит удаление. Как уже говорилось ранее, у нас достаточно большой опыт случаев, когда при стандартном патоморфологическом исследовании никаких признаков меланомы нет, но при иммуногистохимическом исследовании мы видим именно клетки меланомы, поэтому обязательно нужно выполнять иммуногистохимическое исследование, это должно быть как стандарт. Вот такое оборудование мы используем сейчас, на сегодняшний день в онкологическом центре. Чего мы ожидаем? Выполненная при наличии микробитостаза в сторожевом лимфоизуле селективная шейная лимфодисекция улучшает безрецидивную выживаемость. Биобанк меланомы. Но на самом деле мы видим сейчас такой некий скачок в молекулярной генетике, мы видим, что есть необходимость в наборе данных, особенно когда речь идет о редких опухолях, таких меланомы слизистой оболочки органов головы шеи. Поэтому, соответственно, это очень актуально, создание биобанка. Вот наша цель – это создание централизованного биобанка меланомы кожи слизистых оболочек верхних дыхательных и пищеварительных путей. Какой же все-таки путь маршрутизации этого исследования самого? После удаления опухоли она помещается в криопробирку, криопробирка далее помещается либо в жидкий азот, либо в низкотемпературную морозильную камеру. Происходит потом логистика в сухом льду, это минус 80 градусов до института Блохина, или как вот уже на первом заседании было понятно, что некоторые центры уже готовы собирать у себя это, поэтому, может быть, это будет базироваться в нескольких центрах, то есть по регионам. Дальше присваивается штрих-код этим пробиркам. После того, как штрих-код мы присвоили, мы помещаем в низкотемпературную морозильную камеру, это минус 80, и после какого-то хранения мы переводим это все в криохранилище на длительное хранение в минус 196 градусов. Надо сказать, что здесь есть некоторые особенности, что нужно брать не только опухоль, а на сегодняшний день мы говорим о том, что это должно быть 7 пробирок. Это пробирка с кровью, пробирка с плазмой, пробирка с сывороткой, 2 пробирки с опухолевой тканью и 2 пробирки с нормальной тканью, 2 с нормой. 300 образцов мы планируем набрать меланомы кожи и 200 образцов меланомы слизистой оболочки. Проект достаточно долгосрочный по меланоме слизистой оболочки. В случае сложности это получится на 7, значит, 2100 образцов. Ну да. 2100 пробирок. Да. То есть 7 пробирок у каждого больного достаточно немного. Каждые 3 месяца мы планируем логистику из учреждений, ну вот в эти центры, которые будут осуществлять, ну базироваться на которых центрах это все будет. В чем? Да. Да, Сергей Олегович, спокойно. Да, логистику и лаборатории. То есть у нас данные, у нас полностью есть все для того, чтобы это делать в Блохина, но некоторые центры это тоже, как я понял. Те центры, у которых есть, это просто предлагается для тех центров, где нет этой возможности, для того, чтобы была возможность сразу накапливать материал. Если есть такая возможность самим накапливать, очень хорошо, прекрасно. Единственное, желательно, чтобы это была единая база данных, потому что это одно исследование, чтобы была возможность кооперировать данные. Да, ну в чем плюс нашего исследования? В том, что больные непосредственно могут участвовать во всех трех проектах, одновременно, начиная от начала и до создания биобанка. Но также может каждый пациент участвовать в отдельности, например, вторичной для биопсии староживого лимфоузла или меланомы, слизистой оболочки, только в биобанке. Организаторы исследования – это и наше общество по опухолям головы и шеи, ассоциация специалистов по проблемам меланомы. Мы можем, наверное, себя называть совершенно справедливой российской группой специалистов по изучению меланомы головы и шеи. В настоящее время проявили интерес 10 учреждений с нашей страны, 5 городов-участников. Ну и мы надеемся, что по мере нашего роста все-таки к нам будут подключаться наши коллеги с разных городов, и чтобы мы на самом деле, это было многоцентровое российское исследование. Мы этот доклад впервые обсуждали в рамках конференции «Меланома и опухоли кожи» в Москве 17 мая, и тогда уже стало понятно, что есть некоторые проблемы. Тогда наших коллег смутила открытая рана, но мы ее решили методом того, что мы будем выполнять эту момент, скажем, ушивать рану на себя, и в тех случаях, когда нельзя, будем оставлять ее открытой. Проблемы с гамма-зондами. Она такая централизованная, практически во всех центрах нет гамма-детекторов и радиофарм препарат, потому что технифид на сегодняшний день, который мы используем, он не зарегистрирован для этой процедуры. В настоящее время мы проведем переговоры, и Сергей Алексеевич присутствует вместе с нами, это директор амплитуда компании, у него есть наш отечественный гамма-детектор, гамма-зонд, который прекрасно работает, у нас есть уже опыт некоторых центров, это Опнинска уже работает с этим зондом, радиофарм препарат, то же самое, мы по возможности будем использовать возможности нашей страны, именно наших патентов, наших изобретений. Ну, в общем, этот вопрос, вот за этот месяц мы уже к этому подошли, мы уже это в процессе, находится в процессе обсуждения. Оффект КТ, ну, эта проблема, она более глобальная в плане каком? Она должна решаться на уровне все-таки администрации того или иного центра, той или иной больницы, потому что закупка такого оборудования, конечно, это не гамма-зонд купить, то есть это целая служба. Ну, и, конечно, финансирование, потому что без финансирования мы не сможем какие-то вещи делать, это тоже все находится в процессе обсуждений, и еще бы сюда бы я бы давал наши фармацевтические компании, это немаловажно, потому что все должно быть, еще раз повторюсь, централизовано. Ну, и в заключении, конечно, хочется сказать о том, что сегодняшняя коллаборация, то, к чему мы призываем, она даст нам приоритет и огромные преимущества нашего будущего. То есть сегодня, может быть, мы и видим то, что в этом особого, может быть, смысла мало там и так далее. Но мы все-таки верим в то, что в будущем это откроет для нас определенные двери. Спасибо. Спасибо. Да, вопросы. Андрей Павлович. Уважаемые коллеги, у меня, наверное, и вопросы, и комментарии. Ну, вот первое, потому что у меня не было, к сожалению, на первом заседании. Первый вопрос с открытой раной. Здесь будут проблемы, конечно, с пациентами, и будут проблемы с этическим комитетом, потому что в любом случае, если мы принимаем, ну, допустим, по крайней мере, научные центры, мы должны протокол проводить через этический комитет и ученый совет нашего центра. Возможно, здесь потребуется и с другими пунктами далее какое-то письмо от ассоциации, где обращенные вот именно, скажем так, к комитету этическому и так далее, и так далее. Почему? Понятно, что пластика, она резко будет менять пути лимфоотока, будет менять вообще эти проблемы, а в голове и шее мы знаем, что 16% вообще не определяет стражевого узла, а 16% в 3 и более бывают узлов. У нас проблем будет много, поэтому унификация детектора и препарата, она, наверное, имеет ключевое значение, потому что у кого-то аппарат российский 10-летний, у кого-то Джонсон-Джонсон, например, у кого-то это, это надо рассмотреть. Второй момент, вот учитывая сложности именно лимфоотокового уровня и прочее, может быть, нам есть смысл как-то тоже смотреть и унифицировать что-то по таблицам Рейдлес, которые мы показываем, где рассчитаны были эти процентные... Да, 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 может быть, нам на нее имеет смысл опираться всем одновременно, потому что она действительно работает. Третий момент, вот то, что рандомизация с положительным стражевым лимфатическим узлом, то есть селективная лимфодисекция или адювантная терапия. Декок-трайл немецкий МСЛП-2 показали, что все-таки наблюдение или выполнение диссекции на общую выживаемость не влияет, влияет на безрецидивную, но не так уж и сильно на самом деле. Вопрос об адювантной терапии не поднимался. Может быть, есть смысл все-таки еще группу дать по вообще наблюдению, как вот СЛТ-2 и Декок, да? Сторожевым лимфодисом. Да, да, то, что проведены два... Значит, в одном исследовании было 3,5 тысяч человек, в втором 5,5 тысяч человек, да? Там четкой разницы не было, есть небольшая разница толстая, меланома и средняя. И остается вопрос, да, по адювантной терапии в этих двух группах, но на него ответа нет. Поэтому, может быть, для нас включить группу просто наблюдения и показать действительно разницу адювантной терапии, наблюдения и с оперативным вмешательством, с селективным, потому что расширяться смысла нет никакого. Хотя селективность, тем не менее, повышает. Там частота рецидива в 2 раза больше, чем при расширенных операциях типа Крайля. Ну, это отдельный вопрос. Может быть, ввести третью группу. Может быть, подумать надо вместе. И самый последний вопрос насчет биобанка. Потому что, допустим, у наших морфологов выцепить кусочек меланомы, это будет нереально. Потому что строго-настрого это как бы запрещается, да? А вырезать из препарата, да, вот как этот момент, может быть, тоже обращенное письмо какое-то, может быть, заручиться поддержкой, там, не знаю, ведущих морфологов, там, ну, онкоцентра Георгия Абрамовича Франка проговорить. Потому что формально мы не имеем права взять фрагмент сверху. Материал, весь материал забрать. Даже фрагмент формально, по идее, как-то вот у нас это, ну, по крайней мере, в Герцена это большая проблема. Вот вырезать кусочек, отдать. Ну, если, ну, это, мне кажется, решается на этапе вот этического комитета и ученого совета, если принимается решение. Поэтому я говорю, что должно быть какое-то обращение группы, общество по центрам в этический комитет, да, он попросит обязательно вот этот... Не вопрос, если локальные какие-то требования будут, это можно онлайн, ну, догонку все делать. Да, поэтому главный вопрос, это третья группа возможная, и вот эти вот этические вопросы. Третья группа тоже, в принципе, возможна, действительно, потому что, если, например, не будет возможности, то есть не будет доступа к препарату в каком-то регионе, ну, значит, тогда... Если там позитивный ульяк, там была ротализация, а не сделала другим, в общем, выжигаемости разницы никакой, небольшая, не забыли, не забыли, не забыли. Мы думали... А если мы третью группу сделаем, в больнице много будет, будет хорошие физические данные, интересные. Там просто какая ситуация, вот насчет... Очень интересно, Андрей Павлович, тут дело в чем, в чем. Сегодня мы обговариваем это в рамках хирургической стороны, о том, что хирургия будет иметь большое влияние именно на вот эту рандомизацию, в эту группу. Но на самом деле, если мы уже для себя решили этот момент, если окажется то, что через какое-то время, что мы видим о том, что никакой разницы в обеих группах нет, то есть лекарственное влияние, оно до такой степени сильное в этой области, что если бы и были бы рецидивы, их нет. То есть просто-напросто. И в этот момент мы думали вторым этапом провести именно исследование, как плацебо-контролируемое уже исследование, с препаратом конкретным, либо давать, либо не давать. Вот такое вот исследование. Ну, можно это обсуждать, это нужно обсуждать. Да, надо подумать просто, чтобы она присутствовала. Вы видите на экран, пожалуйста, вот три блока. Три блока. Три блока. Вот это? Исследование, да. Посмотрите, я второй блок назвал бы не БСЛУ, а ИСЛУ, исследование сторожевого лимфатического узла. Биопсия же она не во всех случаях будет происходить, а только при положительном сторожевом лимфатическом узле. Так? Да. Не, 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 биопсия, биопсия, еще раз, пожалуйста, Евгения Семеновна. Если толщина опухоли более 0,8 мм, а вот на опыте в Российской Федерации это более чем 90% пациентов. Мы сейчас Сергея Алексеевича заслушаем. Кто будет выступать? Куда? Да. И еще в отношении интерферона. Значит, здесь есть консультация, рекомендация наших химиотерапевтов? Конечно. Этот проект мы создавали. Нет, дело-то вот в чем. Это уже, так сказать, давно пройденный этап в нашей жизни, когда интерферон применяли при меланомии, и он показал свою практически никчемность. По показаниям, да? Это толщина опухоли, и, например, вот на АСКО год назад был такой вот слайд, на котором говорилось, что он эффективен именно при изъязленных опухолях. Изъязленных, то есть это ключевой такой момент оказался для интерферона. И фактически у нас оказалась провальная, ну фактически группа, где мы используем для толстой меланомы с отрицательным лифузом, только интерферон. И я почему сказал о том, что, может быть, наши фармкомпании заинтересуются именно использованием как профилактики отдаленных метастазов и региональных, именно каких-то более серьезных препаратов, иммуно-таргетную терапию в частности.